Система управления базами данных Система управления базами данных Оглавление Основные понятия базы данных Определение СУБД Ее классификация Модель данных СУБД Microsoft Access Предназначение СУБД Access Схемный СУБД Список используемой литературы Основные понятия базы данных СУБД Всякая прикладная программа Является отображением какой-то части Реального мира И поэтому содержит его описание в виде данных Крупные массивы данных Размещают, как правило Отдельно от исполняемой Программы и организуют В виде базы данных Базы данных это совокупность Предназначенных для машины обработки данных Которые служат для удовлетворения Нужд большого количества пользователей База данных Поименованные Целостная Единая система данных Организованные по определенным правилам Которые предусматривают Общие принципы описания Хранения и обработки данных Система управления базами данных Комплекс языковых и программных средств Предназначенный для создания Введения и совместного использования База данных многими пользователями База знаний это формализованная система Сведений о некоторой предметной области Содержащие данные о свойствах объектов Закономерностях процесса И явлений и правил использования В задаваемых ситуациях этих данных Для принятия новых решений Автоматизированный банк данных Это организационно-техническая система Представляющая собой Совокупность базы данных Пользователей технических И программных средств Формирования и введения этих баз и персонала Обеспечивающих функционирование системы Использование автоматизированных банков данных Позволяет обеспечить многоаспектный доступ К совокупности взаимосвязанных данных Достаточно всякую степень Независимости прикладных программ От изменений логической и физической Организации данных Интеграцию и централизацию управления данными Устранение излишней избыточности данных Составные частые банка данных База данных Администрация банка данных СУБД Прикладные программы Классификация база данных Централизованная база данных Сетевая централизованная база данных Сетевая распределенная база данных База данных первого поколения Иерархические, сетевые База данных второго поколения Реляционные База данных третьего поколения Объектно-ориентированные Объектно-реляционные Методология проектирования Описание предметной области Предметная область Совокупность объектов, их свойств И взаимосвязей Которые представляют определенную ценность Для пользователя И должны фиксироваться в базе данных Объект Это все то, что существует вне нас И независимо от нашего сознания Влияние внешнего мира И материалной действительности Предмет Это объект, ставший носителем Определенной совокупности свойств И входящий в различные взаимоотношения Которые представляют интерес для потребителей Совокупность объектов Информация о которых представляет интерес для пользователей Образует объектные ядра предметной области Архитектура файл-сервер Недостатки архитектуры файл-сервер Высокая загрузка сети Так как обмен данным идет на уровне файлов Низкий уровень защиты данных Так как доступ к файлам база данных Осуществляется общим средством операционной системы сервера Низкий уровень управления целостностью И непротиворечностью данных Так как правила функциональной обработки Сосредоточенные на клиенческой части Будут противоречиями и несогласованными Программа управления данными Которые выполняются на машине клиенте Должна сначала осуществить запрошь Каждой записи базы данных После чего она может определить Удовлетворяет ли запись поисковым условиям И только после этого передать запись для обработки Для архитектуры файл-сервер Характерно большое суммарное время обработки данных Архитектура клиент-сервер В архитектуре клиент-сервер на рабочей станции Работает клиентское приложение Которое реализует интерфейс с пользователем И формирует запросы в базе данных На обработку данных Но сами запросы выполняет субботы на сервере Методология проектирования Концептуальное проектирование Инфологическое моделирование предметной области Тип – это понятие, объединяющее все объекты данного типа Каждый тип имеет уникальное имя Например, преподаватель, студент, лаборант и так далее Концептуальная модель – схема предметной области Множество типов данной предметной области Снабженные некоторой структурой Модель сущность – атрибут связи Сущность – это реальный или воображаемый объект Информация о котором представляет интерес Связь – это графически изображаемая ассоциация Устанавливаемая между двумя сущностями Студент, группа, человек, сын, отец Методология проектирования Модель сущность – атрибут связи Атрибутом является любая деталь, которая служит для уточнения, идентификации, классификации, числовой характеристики или выражения состояния сущности Например, студент – имя, возраст, пол, адрес Типы связи – один к одному, один ко многим Многие – ко многим Модели данных Терархическая, сетевая, реляционная Постреляционная, многомерная, объектно-ориентированная Объектно-ориентированная, объектно-реляционная, детектурно-объектно-ориентированная, семантические, концептуальные, ориентированная служит для интеграции базы данных, базы знаний и языков программирования Иерархическая модель данных Иерархическая модель представляет в виде древовидного графа, в котором объекты выделяются по уровням подчиненности иерархии объектов Основное правило – никакой потомок не может существовать без своего родителя Пример иерархической базы данных Сетевая модель базы данных Типичным представителем систем, основанных на сетевой модели данных, является Subute IDMC, разработанная компанией Kulinet Software Сетевая модель базы данных для подставленной задачи представлена в виде диаграммных связей Сетевая база данных состоит из набора записей и набора связей между этими записями Пример сетевой базы данных Деталь, материал, операция, норма на деталь Манипулирование данных в сетевой базе данных Найти конкретную запись в наборе однотипных записей Перейти от передка к первому потомку по некоторой связи Перейти к следующему потомку в некоторой связи Перейти от потомка к предку по некоторой связи Например, найти отдел, в котором работает титров Создать новую запись Уничтожить запись Модифицировать запись Включить в связь Исключить из связи Переставить в другую связь Реляционная модель. Из столбцов однозначно присвоены имена. В таблице нет двух одинаковых строк. Строги и столбцы могут просматриваться в любом порядке, вне зависимости от них информационного содержания. Пример реляционной базы данных. Номер поставщика, фамилия, рейтинг, корт, рейтинг таблицы. Реации реляционной модели данных дают возможность произвольно манипулировать отношениями, позволяя обновлять базу данных, а также выбирать подмножество хранимых данных и представлять их в нужном виде. Достоинства и недостатки иерархической, сетевой и реляционной модели. Иерархическая позволяет описать структуру данных, как на аналогическом, так и на физическом уровне. Сетевая большая информационная гибкость по сравнению с иерархической моделью. Реляционная простота логической модели. Гибкость системы защиты. Независимость данных. Наибольшее распространение и перспективность в современных информационных технологиях. Недостатки. Иерархическая модель. Жесткая фиксированность взаимосвязей между элементами данных. Вследствие чего-либо изменения связи требует изменения структуры. Сетевая достаточно жесткая структура. Реляционная. Отсутствие стандартных средств идентификации отдельных записей. Сложность описания иерархических и сетевых связей. Классификация СУБД. СУБД. Однопользовательская СУБД. Бывает многопользовательская СУБД. С последственным доступом. С параллельным доступом. Централизованная. Распределенная. В целом, ранние системы можно охарактеризировать следующим образом. Эти системы активно использовались в течение новых лет. Задолго до появления работоспособных реляционных суббодов. Все ранние системы не основывались на каких-либо абстрактных моделях. Абстрактные представления ранних систем появились позже на основе анализа и выявления общих признаков у различных конкретных систем. В ранних системах доступ к базе данных производится на уровне записей. Интерактивный доступ к базе данных поддерживается только путем создания соответствующих прикладных программ в собственном интерфейсе. После появления реляционных систем, большинство ранних систем было оснащено реляционными интерфейсами. Спасибо за внимание.